Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в наш особенный выпуск Super Easy Russian. Почему он особенный? Мы сейчас находимся в Нидерландах и приехали специально в этот город, который называется Zandam. Этот город находится в 10 километрах от Амстердама. И это необычный город. Здесь находится уникальный музей, домик, в котором жил первый император России Петр I, когда он приезжал со своим визитом в Нидерланды в 1697 году. Куратор этого музея Фарида Гусейнова позволила нам поснимать в этом уникальном музее для вас, чтобы вы могли также побывать в этом необычном домике, памятнике архитектуры, где когда-то жил великий русский царь. Вы можете найти легко дорогу к музею. На тротуаре есть следы Петра I. Эти следы отражают натуральный размер ноги царя. Петра I. Этому домику почти 400 лет. Поэтому, чтобы он хорошо сохранился, вокруг домика в определенный момент построили так называемый футляр. Этот футляр меняли. Сначала он был деревянный, потом каменный, и его недавно отреставрировали. Сейчас этот домик похож на матрешку, на русскую куклу. Один домик внутри другого домика, большого футляра, который сохраняет этот дом от времени. Ну, Петр I. Этим уже все сказано, собственно говоря. Поэтому мы, будучи в Амстердаме, приехали сюда, чтобы увидеть это своими глазами. А вы слышали, гуляли по кварталу, говорят, что здесь такой русский квартал. И что улицы продублированы на русском даже и на голландском. Нет, я об этом слышу первого раза. Можете сказать пару слов вообще о влиянии этого визита, может быть, в Голландию Петра на историю? Это был, наверное, самый известный царь династии Романовых. И роль его просто переосмыслить невозможно для России. Я очень жалею о том, что Россия прошла немного тупиковым путем развития, собственно говоря. Если бы она именно шла путем развития, то тем жестоким, грубым отчасти. Но навязанным Петром I, я думаю, что было бы все немножко иначе. А вы думаете, что это был грубый подход? Он ориентировался на такие европейские ценности и более... Ну, как мы с вами знаем из истории, да, он рубил бороды боярам. А город прекрасный, Санкт-Петербург, все-таки построен на костях, это правда, да. Вот, это был самый жесткий, наверное, царь в истории. А вы бы согласились сбрить бороду, если бы жили при Петре? Нет. Пойдемте внутрь, посмотрим, как жил царь Петр I в этом домике. Это очень небольшой дом, поэтому его называют домик, домик Петра I. Петр I жил в этих двух комнатах. Вы можете подумать, что это шкаф. Но это не шкаф, это кровать. Так раньше спали люди, и здесь спал Петр I. У Петра I была фобия, он боялся открытых пространств, поэтому в этом шкафу, кровати, ему было очень комфортно. Раньше люди спали в таких шкафах, для них это была кровать. А взрослые спали обычно на верхней полке, на нижней полке спали дети. А здесь был ящик. В этом ящике тоже спали маленькие новорожденные дети. По легенде, Наполеон приезжал в этот домик посмотреть, где жил русский царь. И когда он увидел, какой маленький этот дом, и известно, что Петр I был очень высокий, и он бросил эту фразу. На голландском она звучит как И, возможно, какой-то голландский шкипер перевел эту фразу на русский язык. Ничего главному человеку мало. Это не совсем точный перевод, смысл этой фразы, что великому человеку достаточно немногого, чтобы быть великим. Это отпечаток руки Петра I. А если вы хотите поработать более подробно над новыми словами и грамматикой из этого эпизода, также переходите по ссылке на нашу страницу на Петреон. Там вы найдете много полезных материалов для изучения русского языка. Большое спасибо всем тем, кто нас уже поддерживает через Петреон. Мы очень рады, что вы с нами. Это портрет Петра I. А это портрет его жены Екатерины. Когда Петр I приехал во второй раз в Европу через 20 лет, он приехал со своей женой, которая была беременна на тот момент. Царь очень хотел, чтобы его потомок родился в Голландии и был наполовину голландцем, наполовину русским. Но, к сожалению, когда Екатерина родила ребенка, через несколько часов он умер. И мечта царя не сбылась. Многие посетители оставляли свои автографы на стенах. И вы можете видеть, что здесь много известных людей, которые посетили этот музей. Парк Никита Алексеевич Толстой. Это был пикенд Алексей Толстой. Многие посетители, гости этого домика расписывались на окнах. Но сейчас здесь висит табличка, что на окнах писать нельзя. Эта стена сделана из корабельных досок. Петр Первый перенял эту традицию. И в Санкт-Петербурге, если вы будете в домике Петра там, вы можете видеть тоже дверь из досок, которые раньше были кораблем. Это пиво повторяет старый рецепт. Изначально это пиво изготавливали в Великобритании. Russian Imperial Stout. И во время зимних перевозок через море, чтобы пиво не замерзало, делали высокий процент алкоголя. То есть оно очень крепкое, почти как вино. А в наши дни в Голландии мы повторяем этот рецепт. По этому рецепту старинному изготавливаем вот это пиво для нашего музея. И добавляем туда еще немного какао. Почему какао? Оно на вкус вообще не ощущается. Таким образом, мы подчеркиваем связь Петра и Зандама. Зандам славится продукцией какао. И вот у нас такое эксклюзивное пиво. Должна вам сказать, что в Великобритании это пивоварение тоже существует. Историческое Russian Imperial Stout. И накануне Рождества они выпускают это пиво и используют еще в качестве дрожжей для выпечки рождественского кекса. Вот такое у нас эксклюзивное пиво царя Петра. Друзья, забыли сказать, что пока мы снимали видео для Изи Рашин, в музей приходили разные туристы, голландцы. И Фарида провела для них экскурсию на нидерландском языке. Поэтому мы решили не упускать такую возможность и записали видео на голландском для канала Изи Дач. Вы можете посмотреть это видео по ссылке. Ришард говорит по-голландски, он голландец. Я тоже говорю по-голландски немного. Я еще учусь. Из этого видео вы узнаете еще много разных интересных историй про царя Петра. А также узнаете мнение голландцев, что они знают и думают на эту тему. Не пропустите, обязательно смотрите. Ссылка также есть в описании. Большое спасибо, что были с нами на этой небольшой экскурсии. Если будете здесь неподалеку, очень рекомендуем посетить этот необычный музей. Напишите в комментариях, есть ли в вашем городе места, связанные с русской историей. И если у нас будет возможность, мы обязательно приедем и сделаем видео на эту тему. Большое спасибо и до новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!